наш эфир продолжает программа голос здравого смысла леон майнштейн здравствуйте ли он добрый день с вами прошлую пятницу не встречались в эфире с тем что вы были в поездке насколько я понимаю если не секрет поделитесь ой тут есть очень много чего делиться делать даже не в том почему я ездила что происходило во время поездки что имеет непосредственное отношение к ситуации в соединенных садах америке политической экономической там как угодно но цена называется сначала начну сначала мы с женой мы тоже называется арт-дилеры то есть кроме всех прочих дел она еще и художник я еще и книжки пишу и там таскать выступаешь лекциям вот виду всякие блоги и даже меня иногда приглашают на радио чека в чикаго народная волна кроме этого мы еще занимаемся тем что мы представляем художников живущих художников а как агенты то есть организовываем выставки одно время продавали картины через канал телевидения то есть аукционы там работали с кучей всяких круизных кораблей там у них и аукционы и галилеи и тому подобное изготавливали принты то есть серографы же клей т.д. и т.д. и т.п. а в апреле этого года мы договорились с несколькими галилеями одна из них джаксон холл а это майомин 2 в кармеле здесь калифорнии третья на гавайях что там будет одна за другой выставки одного известного хорошего чудного художника приехавшего данный момент из санкт-петербурга там живет такой значит глеб голубецкий он известный европейский художник он много лет жил и в праге и беру сейчас вернулся вообще сиди себе вернулся живет в питере но сказать оттуда разъезжай в апреле месяце вы заказали билеты он прилетает сюда там лос-анджелесе мы втроем так это попало на мой день рождения а то жена присоединилась и мы втроем должны были лететь в вайоминг в джаксон холл то есть ну там в у нас в россии назывался муньки на заднице да и тут называется джаксон холл то есть искать под задницы или дыр дыр джакс дыра джакс дыра в смысле захолусть и а значит так как туда там маленький аэропорт а у нас анжелесе большой аэропорт а обычно летишь там в ту сторону где-то в большом аэропорту перезаривайся на более мелкие там самолеты тебя уже везут в этот самый джаксон холл то есть я купил это все имеет отношениях нашей поездки и прямое поэтому я так долго все это расписываю вы купили три билета да вот сентябрь месяц на 16 число а втроем мы садимся в самолет лусан-джелесе потом летим в аэропорт часу не помню какой там пересаживаемся на более маленький самолет или тим джаксон холл то есть все хорошо искать проходит четыре дня мы садимся проводим выставку проводим там такой там за сквык дро то есть там художники собираются 30 40 художников собираются на площади этого городка и такой фестиваль и вот пишут там 90 минут и потом вот то что они написали за эти 90 минута выходит на аукцион там на всякие благородные цели там прекрасно хорошо для художников галереи это реклама 16 числа мы уселись на автомобиль вызванный нами таскать там лифт в данном случае а и доехали до аэропорта было делано утром вышли подали так сказать обутки сейчас засовывал сами засовывают документы в утке чуть не получается пошли к агенту агент посмотрела и сказала что никаких билетов у вас нет а моему абсолютному изумлению этим делом начала докопалась до того что якобы я практически в тот же день или на следующий почта муки заказал билеты я потом их отменил а и мне по этому поводу прислали и тут искать выяснилось что в пачке билетов у меня лежит некая разблюда в который я воспринял как подтверждение моего я виновата спицы все понятно я все понял я сказал мне от времени сейчас выяснять кто виноват почему виноваты прочее потом будем разбираться сейчас дайте продайте мне пожалуйста три билета вот туда-то мне говорят к сожалению в аэропортах больше билетов не продается и рогеры их покупать вы должны звонить на в центральную либо таскать идти на на веб-сайте там билеты заказывать попытка вызвать всякое начальство и прочее прочее ничего не дала объяснение о том что таскать вот там ничего мы не полетим то все маленькие дети старики и старухи выбору джаксон холли тоже не помогли я уселся и где-то 40 минут ждал на телефоне пока наконец представители вот этой самой авиалинии аляска нас должна была вести не подойдет телефону еще где-то 35-40 минут объяснить ей странные там всякие фамилии которые голубецкий сложно очень таскать там написать по-английски со всеми нашими данными там и тому подобное финале она после вот 30 или пяти сорока минут общения со мной наконец поняла в чем дело искала я поняла я сейчас вам постараюсь перезаказать билеты значит не волнуйтесь все будет хорошо и через некоторое время действительно она мне сообщила что она нашла три места на другой компании значит уже теперь не аляска а юнайтед которые через там шесть часов летят по тому же самого маршрута к другой город пересадки а так таскать все пускал я все покупаем она ведь и главное что даже стоит то будет немного дороже чем а это стоило так сказать вот якобы вам душа сказать вам посмотрите свои карточки было беру 0 деньги я честно я не проверял да а 4 будет то стоит там до 46 долларов больше с человека чем стоило у нас потрясающе все могу ли я воспользоваться вашей кредитной карточкой да конечно какое-то время колдовства туда-сюда она снова меня что-то подтверждает а мой адрес мою то мою сему и таскать возраст мой пол то политические воззрения правда не выясняли но тем не менее значит и сообщает на разно что все в порядке через шесть часов вы с этого же аэропорта из другого терминала вылетается значит вот и попадете сегодня правда вечером один попадете в свой джаксон кола у нас на завтра выставка так что все устраивает машины уже там заказано гостиницы естественно там через арабе отбит прочие заказаны там ресторан на следующий день на мой день рождения заказан то есть все все путем мы солимся на 5 таскать автомобиль едем санта-морико недалеко таскать идем в ресторан сидим ресторане ждем когда пролетали жена вдруг говорит слушай вот аляска она не требует этих тестов на корид чем ты знаешь что что вот юнайт и требует что я слышал что они ужасно очень противные я сейчас выясним поднимают руку звоню и всего там через 20 минут ожидания получаю некую таскать того опять очень симпатично которая говорит мне чем могу вам помочь я объясняю скажи пожалуйста на вот на местные перелеты или через лос-анджелеса или еще недалеко таскать нужно ли делать тест курит на вид ваше имя я говорю я дам тебе с удовольствием мое имя но мне нужно она ведь ваше имя я хорошо меня зовут ли он поистой окей вылетите один нет не один имена всех остальных я даю на всех остальных дальше у меня выясняют на ком рейсе мы летим где мы делаем пересадку куда она все это проверяет самолет а то есть вы пересаживаете статус у нее все это есть системе верю да а вы значит какого пола я пытаюсь объяснить что как бы это полный акул отношениях вопроса не имеет она внимательно служит он служит какого пола и мужского . хорошо а глеб голубецкий мужского пола мадам ваша жена войска какого она пола я говорю она женского пола я хотел пошутить но решил этого не сделать а значит после чего нам говорится одну секундочку и чек исчезает на 5-7 минут правда играет музыка она возвращается обратно и тем же приятным и милым тоном говорит вы не сможете сегодня полететь потому что все должны до которые должны доказать что вы значит у вас нет курить что у вас негативный тест ярюки есть вариант она говорит никаких секрет а в аэропорту в других там не летал за границу то можно было прямо в аэропорту у нас нельзя и все это очень мило все все это очень хорошо очень приятно и я понял я понял ситуацию а можно ли с вашим начальством она ведь нельзя или почему начальство занят или предпринимающего зале тоже у него другие из дела она нет хорошо секундочку порывается опять на 5-7 минут возвращается обратно играть я проконсультировалась и мне скажешь ничего сделать нельзя или скажите пожалуйста я когда мне давали билеты предлагали мне их то ли сказал про это дело она ведь я сочувствую вам я вам сочувствую я ужасно извиняюсь вы такой несчастный чех не черепа там очень таскать рядом сидящая моя дочка которая тоже примчалась значит туда гринтами трубку и где-то на 5-7 минут по-женски о чем-то там воркуется этой дамы и потом передает на трубку огодно обратно и дома горит я перед сейчас переведу вас к начальнику хорошо сказать спасибо большое меня переводит начальнику который говорит мистер уайнстейн и снова говорит куда вы летите сколько вас пол вероисповедания ваш рост вес там таскать количество жен которые таскать у вас были там это вода а я все это говорю это проверяете все это соответствует тому что у него там есть про меня в системе написано куплен вы купили билеты правильно пусть и чего он говорит знаете я я могу вам сейчас беру как он говорит я теперь переделаю ваши билеты так что у вас посадили не с большим общим тестом а с тестом на комитет вызывается rapid тест то есть быстрый тест вообще с ним не сажают но если вы доплатите нам по 100 долларов за билет то есть 300 долларов в общей сложности то мы посадку самолет с rapid тест я от так а я замер от такого честно говоря но думаю я не буду раскачивать лодку и выяснять его как-то можно нарушать закон нельзя умерли у себя бюджет закон но можно если заплатишь авиалинии 300 долларов хорошо он берет карточку снова проверяет как меня зовут мой сип-код мою вероисповедания преднадлежность там и тому подобное после чего говорит что скажите сейчас нам бы записываем вы согласны с тем что вы взяли у вас 300 долларов за изменение билетов я говорю да согласно скажу и все в порядке теперь найдите место где делают rapid тест и у вас осталось два часа сорок минут до отлета самолета если вы значит тысяча сорок минут до отлета самолета 2 часа сорок минут до начала посадкой если вы значит успеете все это сделал то выезжаете на самолет мы каким-то непонятным образом находим место где недалеко от аэропорта делают rapid тест мы туда мчимся там очередь мы уговариваем умоляем нас пускают нам делают тест нам говорят дайте наш номер телефона мы сбросим на него ночь все ответы приезжайте и мы мчимся за число берем машину естественно там этот самый я лифтом пользуюсь не важно а мчимся в аэропорт по дороге уже бежим в аэропорт к регистрации мы получаем сигналы я открываю значит все три теста негативные все хорошо я подбегаю к металлу месту где стройка там стоят пять девушек 4 девушки за стойками ничего не делают а одной очередь естественно бросались к тем которые ничего не делают и начинаю что-то и рассказывать она мне отворачивается от меня показывает большим пальцем мол и диван в ту очередь я и говорю понимаешь у меня мало времени уже она снова показывает немал большим пальцем и диван строчке отворачивается на спиной просто я к другой она говорит с подругой обсуждают как вчера в баре что там происходило вот отрывается говорит у меня застыл компьютер и снова дать отворачивается 2 остальных просто отвернулись и отошли то есть осталось только это единственное которое стоит и к ней очередь а у нас через через час 10 отлет самолет мы бросаемся в эту очередь потом и вижу еще какая-то одна женщина похожая на начальника бродит там кому-то что-то говорит в зале я бегу естественно туда уже бегу взмылиной подбегаю к ней если те предыдущие были афроамериканки то это было там вьетнамка там или там таскать какая-то там и не знаю кто филиппинка я бросаю с ней она в это время заканчивает делается какой-то женщины поворачивается я подбегаю говорю мэм огромная просьба мне нужна ваша помощь она смотрит мне остальными глазами и говорит у меня есть много дел отворачивается от меня и уходит я остаюсь значит вот с этой очереди я бегу обратно в этот момент подходит наконец наша очередь девушка берет наши билеты не билеты вернет сказать я и даю телефон на котором все емейлы показаны к видные тесты пока начиная сбивчиво объяснять что вот это вот подтверждение с united что мы летим вот это вот к видные тесты там туда внимательно все смотрят потом смотрит себе систему потом смотрит туда потом смотрит систему и потом говорит преследующие слова она говорит во первых у вас нет никаких билетов в нашей системе общения никаких не отмечены в нашей системе вы никуда не летите с нами во вторых как бы идиот сказал вам что вам нужно делать тест на ковид а я звонил к вам она готовит же чушь никто не делает тесты на ковид летая вместо берись я вот rapid она ведь но а вообще rapid тест вот тогда когда когда мы требуем тесты мы и никто другой мы не принимаем эти rapid тест они не годятся вообще никакого отношения не имеют к перелетам и вы мне сказали вам сказал либо лунатик либо просто идиот либо не знаю что не мое дело следующий а следующий сказал заведующий я туда сюда добираюсь дорогого там начальника и сую ему все это уже так понятно что на этот самолет мы уже больше не садимся по что уже закончилась искать прием чемоданов уже идет посадка вовсю таскаде но мне хотя бы надо понять чем не делать дальше я нахожу начальницу очередную значит которая лениво подходит компьютеру и говорит мне да действительно из аляски вот я веру к нам значит обратились и спросили если места мы ответили положительно после чего нам почему-то прислали 46 долларов сорок шесть долларов и все и больше ничего никто не подтвердил что им нужны места поэтому мы их продали все до свидания у меня больше на нас нет времени good bye значит мы едем домой приезжаю домой и начинаю искать а любой вариант ночью утром днем когда угодно лишь бы к завтрашнего вечера уже быть там потому что у нас начинается выставка уже гуля говорит что она уже больше никто никуда не летит и что мы можем лететь сами я нахожу два билета единственные которые были в 6 травы и значит там через дэнгер по-моему не помню как-то что-то она обратно и билеты мне вообще наплевать просто какие-то и мне значит продают два билета которым я значит вот если 10 прямо из джаксон холла в лос-анджелос то займет три с половиной часа билеты мне продали таки мы летим из джаксон холла в чикаго четыре часа там находимся с четырех дня по 6 утра оттуда четыре с половиной часа летим лос-анджелес но мне уже было вообще все равно взяв эти билеты и заплатив за них я смотрю написано 6 часов утра вылет а я помню что аэропорт лос-анджелеса открывается в пять я срочно набираю аэропорт спрашиваю значит это уже теперь american аэрлайнс а то была аляска потом было знаете это и говорю значит господа у меня билет в 6 часов до отвечает мне опять милая очаровательная девушка я говорю а во сколько открывается аэропорт она ведь в пять я как я могу успеть в пять зайдя в аэропорт с толпой людей в шесть уже улететь она говорит честно я не честно она ведь не имею ни малейшего представления а в четыре часа мы вызываем убер и выясняем что убера нет после этого мы пытаемся вызвать лифт выясняем что лифта нет ну дальше вам рассказывать господа не буду а единственное что что значит что вы поняли чтобы не улетели на то вы если которые купили мы приехали в аэропорт нас на него опять не пустили а нам нас переслали на следующий рейс который должен выходить через час позже там не было ни одного свободного места потом одно место освободилось художника пустили начиная трес с чемоданом чтобы не краски кисти мастихины черте что то есть то что нужно все для конкурса и прочее вот а меня мне повезло и вот с этого момента я понял что у меня началось опять кончился вот та полоса началась везение из уже самолет все заполнил нужно до уходить вот пасах это последняя надежда где-то греется пошла ночи не закрыла дверь и друг эти двери выходит пожилой человек тискать чернокожий смотрит на это и говорит не может облететь не отбистывается ты хочешь лететь и вместе я хочу садись и ухожу а инварида черного не пустили на самолет как не хочется вообще не полетишь ну может его потом посадили на какое-то другое место на какой-то другой самолет я не знаю но зайти в самолет и сказать например там господа вот такая история человек искать не может огнуть новый нет ли кого-то кто бы сел вот на первый ряд полно народу пересела бы тут же он бы спокойно вытянул свою ногу я сел на его место которым тоже было сложно вытянуть но вы тоже было мне все равно и обходи к летел на голове вот значит к чему я все это рассказываю сейчас загруглюсь можно рассказ получился очень долго я давно не чувствовал себя так как будто я в советском союзе везде с кем бы я не общался как бы мило там и прочее не было происходило одна из двух вещей либо абсолютная некомпетентность тех людей которые со мной разговаривали абсолютно плевательство то есть абсолютно вот или что там такое написано на экране расскажите пожалуйста летает ли меня как тебя зовут читает да для она читает и второе это то что все эти люди особенно особенно значит юнайтед все те люди с которыми я общался абсолютно плевали на меня абсолютно плевали на меня им до моих дел вот как раньше 20 лет 20 лет назад они работали для того чтобы тебя обслужить нет сейчас они работают потому что они работают там очень не для тебя совершенно и они главнее чем ты и позвонила подруга она а баре с ней разговаривали это вчера чтобы они вместе были и там был там кто-то кто им кому-то понравился не понравился плохо себя вел хорошо себя вел а то что в этот момент мне срочно надо улетать и у меня какие-то проблемы вообще их не волновало вообще то есть начиная вот 5 этих девушек которые стояли за стойками то дама которая ходила люди с которыми я разговаривал по телефону особенно юнайтед с остальными я меньше общался на хотя конечно дамы из аляски которая но может она была а просто ошиблась концертов я тоже ошибся с билетами там было пола некая проблема я там сделал ошибку и поэтому все это началось на самом вот помните как мы приходили в магазин там стоять две продавщицы разговаривали на полках ничего нету да ну ты что-то подходишь ты же спрашиваешь тебе отвечают спрашиваешь еще раз на одна из них раздраженно поворачивается эти решили видишь а мы заняты то есть они были главнее чем мы вот то же самое происходит сейчас в соединенных штатах америки по крайней мере в калифорнии и по крайней мере в аэропорту лос-анджелоса и в тех местах которых я звонил связанных с перелетами и перевозкой вот сережа такая вот история да весьма показательная история весьма печально нужно сказать заметить что это совпало с вашим днем рождения да это совпало я поклялся две вещи две вещи первое это никогда больше никогда больше не иметь союнайтед никакого дела никакого не летать не рекомендовать знакомых оттуда не встречать ничего вообще юнайтед умер на меня полностью и второе это следующий день рождения будет уже 73 кстати вот я запрусь дома не буду выходить из дома и не буду даже отвечать на звонки ну так или иначе мы поздравляем вас с днем рождения и будем надеяться что вот это был случай или такая полоса которая прошла в эти случаи это закономер это какой-то был на нас я пытался с господа я еще не рассказал что меня на самом деле попытались отправить не в jackson hall вайоминг а в jackson will калифорнию и только случайно услышал или что вы говорите там jackson что он играл или сейчас jackson что это после получаться разговора в том что я лечу вайоминг у меня в юминге выставка что это джексон холл что-то та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-тар горы сделал что он парке все это говорилось они пытались отправиться во флориду дуло еще много чего не рассказал чтобы наш слава каганович влетел из палм-костов сюда в чикаго заказав накануне билет по интернету купил билет все а там до аэропорта куда он летел откуда он вылетал надо было 100 миль 120 миль а он проехал на убери туда приехал подошел к стойке могут у вас нет билетом и как вот у меня распечатка вот я купил где вы купили билет ну как я онлайн купил нет мы не знаем где вы что купили у вас билета нет то же самое я не отменял моего бима и билетов но не мог ли их отменить буду таскать и я конечно могли следить находясь в состоянии абсолютного шаления но я не помню жире в нем находился в общем такое знаковое все это действительно это действительно не случает действительно не плевания не знают что их не выглядят с работы они знают что и по цвету кожи и потому что вообще не погони уже профсоюз потому что вообще все это уже никто работает не хочет уже на выгоняй меня я пойду на нам пломить это мне еще лучше будет ничего делать не буду получать столько же денег сколько сейчас получаю да пошли вы все поддали до печально все это звучит но к сожалению тенденция и похоже что мы так по наклонной каримся с ускорением а вот в эту яму ли он давайте мы наверное сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся продолжим если у кого-то будут вопросы или желание принять участие в разговоре пожалуйста звонить возвращаемся в программу леона вайнштейна голос здравого смысла телефон в студии по-прежнему 847 400 5200 если есть вопросы пожалуйста звонить вообще что касается общей ситуации такой то у меня складывается такое впечатление вот так похоже алёна мы на какой-то мгновение потеряли да 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 что-то потерял что у вас восстановилась и периодически пропадает связь ну собственно не удивительно все скоро будет так работать если вы почитаете почитайте атлант 1 джо и луса или как правило справил плечи а и бренд и все там расписано просто по часам и похоже вообще все порой складывается впечатление что айнрейн писал их в качестве предупреждения oral писал такую антиутопию а демократы все это воспринимает как конструкцию к действию должен стоит по написанному делают все тоже самое и результат будет вот такой какой описан и к сожалению я даже не понимаю как но к сожалению либо это такое массовое оболванивание народа а те которые идут на избирательные участки и голосуют либо это все-таки какие-то технологии отработаны которые действительно для которых неважно как люди голосуют важно как посчитают вот то что произошло в калифорнии с перевыборами губернатора он опять он там 60 с лишним процентов голосов набрал его переизбрали хотя в калифорнии ситуация довольно скверная прямо прямо скажем но или очевидно уже людей которые живут на государственные пособия становится больше чем людей которые работают ну то что в частном секторе работает меньше чем в государственном плюс если еще к ним добавить те кто вообще не работает а живут так сказать за счет налогоплательщиков то наверное их становится большинство и вот скажем у нас тут глядя на вас мэр легкоступово мэр чикаго при том что огромная дыра в бюджете помог там более 700 миллионов предполагается на следующий фискальный год она запускает такую пилотную программу раздавать семьям с низким доходом по 500 долларов каждый месяц просто так вот раздавать деньги 500 долларов потому что денег нет правда вот зиц председатель подкинул большим городам якобы для борьбы с к видом какие-то деньги вот они эти деньги кто на что кто во что гораздо вы устраивает такие социальные эксперименты то есть с одной стороны она раздает деньги просто так с другой стороны она предлагает повысить налоги собрать там дополнительно миллионы и миллионы долларов с налогом property tax это значит что стоимость property увеличится ну то есть расходы на содержание property увеличится то есть арендаторы будут малые бизнесы которые там арендуют какие-то помещения вынуждены будут платить больше за аренду а если им это не под силу то скорее всего будут закрываться и такой получается замкнутый круг они повышают налоги выжимают бизнесы бизнесов становится меньше налогооблагаемая база становится уже и они опять повышают налоги то есть то есть все к чему они стремятся это очевидно вот то о чем писали клаверт и пивен о том что надо обрушить социальную систему ну и все больше людей так сказать на всевозможные программы подсаживают а тут час миллионы больше полутора наверно уже миллионов через границу перешло перешло который тоже судя по всему сядут большинство из них сядут на социальные программы какие-то кто-то пойдет работать в american airlines united может быть до сервис будет какой-то момент будет российским спрашивать если у тебя гражданство или да я не знаю приписывают это герингу якобы на нюрнбергском процессе ему задали вопрос как вы заставили немецкий народ принять все это но имеется ввиду вот вся все что произошло в германии на что якобы он ответил это было легко это не имеет ничего общего с нацизмом это не связано с человек это связано с человеческой природой это можно сделать при нацистском социалистическом коммунистическом режимах при монархии даже в условиях демократии единственное что вам нужно сделать чтобы поработить людей это набугать их если вы можете найти способ напугать людей вы можете заставить их делать то что вы Я не знаю, насколько это действительно оспаривается, что якобы он этого не говорил, не произнес, но неважно. Притча сама по себе, по сути, очень верна. Вот то, что с нами сегодня происходит, как раз соответствует логике этой притчи. То есть народ запуган, 60%, еще раз говорю, если верить опросам общественного мнения, в чем я вовсе не уверен, что якобы 60% согласны с тем, что правительство может ввести какие-то обязательные режимы, либо всем колоться, либо всем, так сказать, сидеть по домам и так далее. И это вызвано ничем иным, как страхом людей. То есть людей запугали настолько, что вот та зараза, о которой идет речь, вот та болячка, она настолько страшна, ужасна и неподконтрольна, что вот только в том случае, если все вдруг уколятся, то мы сможем каким-то образом это победить. И это то, как раз, о чем говорил сегодня ЗИЦ, председатель на Генеральной Ассамблее ООН. Там собрались сегодня, при этом, ну, опять, основная тема – это вот борьба с этим и с глобальным потеплением. Вот еще одна тема, бесконечная, которая не имеет ни начала никакого. Пытались пугать глобальным потеплением, но это не было моментально, поэтому это сложно было запугивать. До того, кстати, было глобальное похолодание, тоже пытались. А вот сейчас придумали что-то, что вот сию секунду к тебе, и тебе надо принимать меры. Кстати, я вот давно пытаюсь выяснить, а кто придумал про шесть футов и почему. До сих пор не могу, я копался очень долго в этом деле, что нельзя, что надо на шести футах друг от друга стоять. Кто придумал, что маски задерживают вирусы, да, там, ну и тому подобное. То есть, я знаю, что если ты оденешь скафандр, то для киевируса не вылезть, это запонятно. Ну, и не прилететь к ничему тоже. А почему, например, входя в ресторан, надо иметь маску на себе, а усевшись за стол, не надо иметь маску на себе, да? Ну, там и т.д., и т.п., очень много чего такого смешного есть. Я видел сегодня, вчера вернее уже, девушку, которая летела с нами вместе из Джаксон Вилла в сторону Чикаго, на ней было три маски одета, ей было лет 18-19. Я понимаю, что она тупая деревенская дурочка, да? Но надо же было так народ запугать, при том, что, по-моему, в этом возрасте вообще, так сказать, то ли не болеют вообще, то ли они там серьезно не болеют, то ли не умирают вообще, ну и тому подобное. Надо было ее так запугать, что она тянула на себя три маски. Да. Добровольно, добровольно, никто не доставляет. Но в аэропортах, всех аэропортах, значит, произносится одна и та же речь одним и тем же голосом, то есть, так сказать, сбросили через интернет, и мужской голос очень суровый говорит, что если вы не носите маску в аэропорту и при замечании там персонала не одеваете ее, то, а, вас могут выкинуть из аэропорта, и, б, вам запретят пожизненно летать на самолетах в Соединенных Штатах Америки. То есть, можно прийти, изнасиловать двух маленьких детей, разрезать их, их маму на несколько частей, раскидать их там по чему угодно, потом, так сказать, сесть в тюрьму, отсидеть, я не знаю, там, получить 20 лет, отсидеть из них 8, будете и спокойно лететь на американских авиариниях, да? А если ты маску не оделала, то тебя на всю жизнь лишают права летать на самолетах. Ну да, это лист, non-flight лист, это к террористам приравнивается. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Насчет глобального потепления. Когда Гор получал Нобелевскую премию, то многие репортеры хотели узнать, что же такое это глобальное потепление, когда они стали углубляться в это дело, их потихоньку всех лишили работы и еще сделали так, что они после этого вообще не могли найти по специальности работу. А насчет масок, по-моему, какой-то доктор говорил по американскому радио, если вы одеваете даже 3-4 маски, заходите в них, с ними в курильный, там, где люди курят, и вы чувствуете запах дыма, то это дело не работает. Если вы заходите в этих масках, хоть 10 масок одеваете, и заходите в рыбный магазин и чувствуете запах рыбы, то эти маски опять же не работают. Так что насчет масок это очень скептически, по-моему, они вообще не работают. Вирусы в маске не могут задержать, это не джорм. Совершенно верно. А если вы вдруг отпустили газы, несмотря на то, что на вас джинсы, брюки и трусы, так сказать, запах все равно этот распространяется, а уж не говоря о вирусе. То есть... Дело в том, что размер вот этого, так сказать, выброса слюны, аэрозольки, да, или как она там называется, в которой, в которой находится там вирус или вирусы, да, и которая летит, вирусом по себе не летает. То есть, вы должны были при разговоре или дыхании, из вас вылетает некое количество аэрозолью вот этой. Так вот, значит, если сравнить вот эту аэрозольку, с, допустим, с футбольным мячом, то размер маски Катонова, и вот размер, имею в виду, между Катоновыми нитями, которые мы не видим, глаз у нас не воспринимает, он приблизительно для этого мяча как футбольное ворота. Понятно. То есть, только 2% аэрозоли оседает и на... нитях, все остальное пролетает мимо. То есть, 98% пролетает. Значит, там врут они, что там до 40% эффективно этого. Значит, Катоновая повязка, которую люди используют в основном, не марлевая, Катоновая, да, значит, там 80 нитей на квадратный инч, там 90, 100, 120 или... Она до 5% вирусов, она со слюной может задержать. Все остальное пролетает мимо. Да, добрый день, пожалуйста, Вафи. Да, добрый день. Ну, знаете, Герин был прав. Вот представьте себе, вас выхидывают из самолета. И что вы можете сделать? Стоять с полакатами, протестовать против этого, обратиться в суд? Ну, понимаете, действительно, людей очень легко запугать и заставить их следовать тем законам, правильные или неправильные, которые издает руководство. Вот и все. Вот выхода действительно получается нет. Вы знаете, я вам сказал тогда, как-то на предыдущей передаче, что пока полицейские не выйдут бунтовать, хотя бы как-то грамотно что-то делать, ничего не будет, потому что это вооруженные люди, которые знают, что когда они могут противостоять тем глупым законам, которые им навешивают, пока этого не будет, пока люди не выйдут на настояние, не просто на какой-то мимомедии, этот митинг в субботу, да, бред собачий, да. Понимаете, ничего не получается, к сожалению. И голосование, которое... Они опять обманут. Они обманут с этим голосованием. Это безусловно так. Они не могут отказаться от этой власти, которую они нахально вот так вот захватили. Я вам сейчас другое скажу. Я посмотрел передачу по самому научному каналу, да, о том, что произошло вот с этими Боингами, которые их посадили после двух катастроф. И вот главные две вещи, что руководство компании Боинг давило на своих инженеров, быстро-быстро-быстро, нам нужно быстрее сделать, потому что Airbus у нас отнимает заказы. И они работали вот так вот быстро-быстро-быстро. И когда начали проверять, пилоты, которые даже на тренажорах работали, они говорили, это не будет работать, это опасно. Что выйдет? Все. Они все это скрыли. Руководство компании скрыло абсолютно, изъяло все документы, которые показывали опасность этой проблемы. Скрыли, вот получилось. Так, это первая проблема. А вторая, что оказывается в этой передаче, они говорят, что вот эта организация FIA, которая должна наблюдать за тем, как производство идет самолетов, их члены сидят в компании Боинг и наблюдают за всем этим. Но деньги они получают от компании Боинг. Поэтому им абсолютно невыгодно, чтобы компания Боинг теряла деньги. Поэтому они тоже замалчивают все это. Вот посмотрите, что сейчас происходит с вирусом. То же самое. Там погибло 350 человек, и это произошло быстро. А здесь собираются колоть непроверенную вакцину абсолютно детям. Неизвестно, что с этим идти не будет. Но быстро, 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 давайте, 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 давайте. И точно так же сидят правительские коррупционеры, которые получают от этих компаний деньги от Пайзера, от Падерны. И голосуют за то, чтобы это все быстро делать. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. К сожалению, да. Да, сейчас, по-моему, Джей Джей получает разрешение для того, чтобы колоть детей в возрасте от 5 до 11 лет, что, на мой взгляд, преступление против человечества. То есть, если взрослый человек имеет, так сказать, возможность, хотя особо, так сказать, нам выбора-то не оставили, если человек работает, не дай бог, где-то в корпорации, или если человек работает в каком-то правительственном учреждении, ему не оставили выбор. Это обязаловка для него. Учителя, врачи и так далее. Но если они добьются разрешения, вернее, ну да, подтверждения, что оно безопасно якобы для детей, они вполне могут себе заставить детей в обязательном порядке прививаться. И я не знаю, ну неужели... Деньги? Я не знаю, что здесь, что является основным мотивом? Деньги или контроль всё-таки? Для кого как? Для кого-то деньги, а для кого-то контроль. Тот, кого деньги, тот делится с теми, у кого контроль, тот контроль, покрывая тех, у кого деньги. Печально. Печально. Дело в том, что человек, такое существо, интересное, да, так сказать, которое оно думает, оно думает о себе. И вот чем Америка была велика, что с учётом этого были построены законы. Но законы такие, которые поощряли положительное поведение, как бы, ну, позже долго говорили, что такое положительное, да, и наказывали негативное, отрицательное. Скажем, при социализме, или там, другой форме, фашизм, и прочее, и прочее, то всё строится на прямом, скажем, игнорировании человеческой сущности. Там, надо, там, работать для общего блага. Никто для общего блага не работает. В Америке был, ты работаешь для себя, ты зарабатываешь для себя деньги, ты делаешь себе лучше. Но, как оказалось, когда ты пытаешься делать себе лучше, тебе надо, чтобы вокруг люди тоже зарабатывали. Тебе нужно, чтобы люди покупали твои товары, тебе нужно, чтобы их к тебе приходили, чтобы они получали удовольствие от этого товара, чтобы твой товар был дешевле других, чтобы твой товар был лучше других. Потому что комбинация качества и стоимость, она и приводила к тебе, давала тебе хорошую жизнь. Чему угодно. Услуг, там, песен, товаров, там, чего угодно. Вот капитализм, вот этот ужасный, кошмарный, когда думаешь только о себе, приводил к тому, чтобы вот такое вот как бы поведение эгоистическое приводило к положительным штатам для всех тех, кто находится в зоне действия твоего эгоистического поведения. А как только ты переходишь в любой изм, глобализм, социализм, коммунизм, фашизм и прочее, то там идет полное отрицание вот этого вот «Нет, ты себе не делай, ты делай для магообщества» и значит все начинают обманывать тут же. Обманывать, подлечить, поставлять ножки, писать доносы и тому подобное. Потому что это единственный способ добиться хорошей жизни. Что касается вот то, о чем вы говорите, наверное, не случайно происходит максимум усилий для того, чтобы вышибить малые бизнесы из бизнеса, простите за таптологию, чтобы остались одни большие корпорации. Безусловно, качество услуг, товаров, которые будут предлагать корпорации, будет значительно хуже, потому что конкуренции нет. Конкуренция порождает борьбу за качество. Качество, цена, вот то, о чем вы говорили. А когда нет конкурентов, тогда можно себе позволить удешевлять, удешевлять, удешевлять и выпускать, причем за счет качества, за счет качества услуг, за счет качества товаров. И отсюда и жизнь, это будет такая свинская, от которой бежали, мы бежали, все бежали, все хотят жить нормально, все хотят, так сказать, свободы, что касается свободы, кстати. Вот все положения, которые на нас сегодня обрушивают администрации на уровне штата, на федеральном уровне, это не имеет ничего общего с законом. Мы живем не по законам, мы живем по указкам, по понятиям, то есть какой-нибудь... По понятиям, конечно, мы живем по понятиям. Какой-то упыть там, Джелли Белл и Притцкер решил, что он закроет все. Раз, и закрыл все. Просто все сидите по домам, все бизнесы закрыты, кроме больших корпораций. Они работают, они делают деньги, а миллиардеров за это время стало больше, несмотря на то, что все как бы рухнуло. Нет. Вот все идет в этом направлении, потому что проще тогда, корпорациям проще так жить, им не нужно ломать голову над тем, чтобы улучшать продукцию или сервисы. Нет, они потихоньку повышают цены, и все в порядке. Правильно, Сережа, это есть даже слово для этого. Он называется олигархат. А так как сейчас всем стало понятно, что в одной стране олигархат не построить, ему будет хуже другая страна, то последним препятствием на пути становления олигархата на территории земного шара, то есть глобализма, были Соединенные Штаты Америки. И вот сейчас всеми силами, внутренние ребята и внешние, пытаются его сломать, Соединенные Штаты Америки, то есть тот строй, который у нас есть, и установить глобальный олигархат. Мы называем его глобализм. Так что совершенно прав, все верно, все так оно и есть. И пока что мы все не можем придумать, что с этим делать. Единственным препятствием на пути всего этого, возможным препятствием является Доналд Джей Трамп. Пока больше никаких нет. У него есть, может быть, шанс, маленький, но есть, переломить этому делу хребет, по крайней мере, время. Больше ни у кого нет. И действительно было так. Мы двигались в этом направлении, и потом вдруг, откуда ни возьмись, появился Трамп, который развернул все на 180 градусов. Отсюда ненависть дикая, корпорации, военно-промышленного комплекса, всех, всех, ненависть к нему, политиков. Конечно, у них уже все было готово на мази. И вдруг пришел вот этот самый, непонятно откуда, никому не обязан, ни с кем не связан, постарались подъехать, а он, видишь ли, хочет быть самым лучшим президентом США в истории человечества. Понимаешь, да? Он не хочет зарабатывать лишние 100 миллиардов или стать триллионером, он не хочет быть самым популярным человеком в мире, он не хочет, к нему подползали и целовали там руку или задницу голую. Он хотел народу сделать так, чтобы стать лучшим президентом в истории США. Да? И вот это было для них как цирпом по визинцу. Да, да, к сожалению. И они использовали все законы и незаконные методы, чтобы от него избавиться. И, к сожалению, так называемые республиканцы, которые есть такие, которые называются... Республиканцы не часть... То есть, эстаблишмент республиканский не часть решения проблемы, а не часть проблем. Это проблема, безусловно. Это Вашингтонская партия, независимо от того, какая буковка стоит противо имени Д или Ар, это Вашингтонская партия, и они себе неплохо живут, и их задача сохранить за собой пост и продолжать жить так, как жили. Я сейчас говорю о других республиканцах, которые рядовые, которых очень бесило, что Трамп там твиты, каждый день твиты делает, твитает в Твиттере, обращаясь к своим согражданам. Их это бесило. Он такой неотесанный, он такой деревенщинный, как он разговаривает некрасиво, как он некрасиво говорит. Это самая большая проблема для них. Вот для тех, кто голосовал, я имею в виду. Хотя мы знаем, у меня порой складывается впечатление, что вот этот скандал, который произошел в Афганистане, эта трагедия, которая произошла в Афганистане, она не случайна, потому что... То есть мы живем от кризиса к кризису. Прошли выборы, потом вдруг часть республиканцев опомнилась, что да, действительно, не так. Все это как-то так... Давайте-ка разбираться в этом. Стали в этом разбираться, делать аудишн, аудит, вернее. И выясняются какие-то странные вещи, чтобы отвлечь, не дай бог, а то пресса начнет об этом писать, и тогда задумывают, скажут, как же так, а? Как же так? Оказывается, вот тут там десятки тысяч бюллетеней, там сотни тысяч бюллетеней вдруг пропали или не были засчитаны. Раз, скандал. Афганистан... Нет, у меня другая идея, у нас уже время кончается, у меня идея следующая. Там наворовали столько десятков миллиардов долларов с этим вооружением и прочее, что они не хотели подсчета при переходе. И нужно было хоть отдать все врагу, для того, чтобы невозможно было посчитать, сколько там есть чего. И это, да. То же самое происходило при вводе советских войск. Потому что мы можем просто на границе часа. Да. Леон, огромное спасибо, что, несмотря на все перипетии жизненные, вы нашли возможность выйти в эфир и пообщаться с нами. Еще раз с днем рождения. С днем рождения. Всего самого-самого наилучшего. И надеюсь, что мы встретимся в ближайшую пятницу. Договорились. Пока.